6. По мере того, как человек духовно растет, его заинтересованность в сексе может становиться менее сильной. Итак, если я уже не столь сексуален, как раньше, это значит, что я становлюсь старше или что я приближаюсь к просветлению? Есть один критерий, по которому можно оценить это. Если твоя сексуальность исчезает, и ты становишься более любящим, то это не просто старость. Если с сексуальностью твоя способность любить также исчезает, тогда это старость. Вы никогда не наблюдали это? Старые люди становятся нелюбящими, ворчливыми. Всегда злыми, грубыми, подавленными. Всегда находят причины мучиться и осуждать. Что происходит? В тот момент, когда человек становится менее сексуальным, его соки начинают высыхать. Как только очарование желания пропадает, люди становятся подобны пустыне. Вся их зелень исходит из их сексуальности и чувственности. Все их цветение происходит от секса и ни от чего больше. Поэтому, когда секс становится менее и менее важен, их зелень начинает исчезать. Они становятся менее общительны. Они всегда злые. И они очень глубоко в своем эго. Никто не любит стариков. Даже их собственные дети. И причина не в возрасте. Причина в следующем. Как только очарование желания уходит, они становятся подобны камням. И как только их собственные желания ушли, они становятся очень завистливы к желаниям других. Старик не потерпит, если вы влюблены. Он всегда наготове со своим осуждением. Он говорит, что он знает, что все это чушь. Он говорит, я прожил это, и я знаю, все это бессмысленно. Это случается со стариками. Это случается также и с древними странами. Если в Пуне вы обнаружите, что вас осуждают за то, что вы держитесь за руки со своей девушкой, и люди смотрят на вас с осуждением, это просто потому, что страна утратила новизну, стала старой. Это очень старая страна. Очарование желания в ней умерло. В ней нет больше очарования. Ею правят старики. Она не приемлет молодость. Старость не может принять молодость. Радость молодости. Она ранит. Поэтому вот критерий. Если вы просто стареете, вы не просто станете несексуальны. Вы станете сухим, скучным, мертвым. И вы начнете осуждать других людей, кто все еще молод. Это своего рода месть. Глубоко внутри это зависть. Как это? Мои собственные желания пропали, а люди все еще продолжают желать. Я умираю, а вы все еще любите. Смерть приближается с каждой минутой, а вы все еще ищете женщину или мужчину, все еще поете и танцуете. Это неприемлемо для стариков. Но если старость – это не просто старение, а и мудрость тоже, тогда это будет совсем другое дело. Старый человек будет чувствовать себя очень, очень счастливым с людьми, которые любят друг друга. Вокруг него всегда будет витать благословение, блаженство. Всякий раз, когда бы он не увидел кого-то, кто влюблен, его глаза всегда будут полны радости. Он благословит влюбленных, потому что он знает для каждого желания свое время. И человек учится только на своем опыте. Да, теперь у него не осталось иллюзий. И он прекрасно знает, что когда он сам был молод, его отец точно так же предупреждал его, но он никогда не слушал. Теперь он знает. Мой сын тоже не станет слушать. И это прекрасно, что он не станет слушать. Потому что если он послушается, он никогда не сможет прожить свою юность. А непрожитая юность проникает в старость. И когда юность проникает в старость, старость становится грязной, уродливой. Она бессильна. Теперь вы не можете прожить этот опыт, но он продолжает биться внутри вас. Он продолжает приходить в виде снов, желаний. Тело больше не может испытать его, но ум продолжает делать это. Секс становится от ума. И это самое извращенное состояние секса, когда он становится от ума. Он должен происходить в теле, а не в уме. Но сексуальный аппарат больше не работает, и вся энергия направилась в голову. Если человек совершенно прожил свое детство, он выйдет из него взрослым человеком. мудрым, счастливым, тихим, спокойным, молчаливым, любящим. С исчезновением секса любовь не исчезнет. На самом деле любви станет больше, потому что та энергия, которая была вовлечена в секс, больше не вовлечена в секс. Вся эта энергия стала доступна для любви. Старик может быть таким любящим, каким не может быть ни один молодой человек, потому что у молодых свои интересы. Любовь на самом деле вторична для молодого человека. Все его интересы в сексе. Когда молодой человек говорит девушке «Я тебя люблю», он просто думает, как бы затащить ее в постель. Он знает, что все это бред, но это нужно сказать. Это часть игры. Если вы внезапно спросите женщину «Как насчет этого?», она может закричать или позвать полицию. Это так неожиданно. Вы должны убедить ее. И она тоже раздумывает. Если вы продолжаете убеждать ее достаточно долго, ей становится скучно. Если вы продолжаете говорить «Я люблю тебя», «Я люблю тебя», и нет никаких признаков того, чтобы уже лечь в постель, ей все это надоедает. Введение не должно быть слишком длинным. Оно не должно быть, как у Джорджа Бернарда Шоу, у которого книга состоит всего лишь из ста страниц, а вступление из двухсот. Кто дождется самой книги? Введение – это введение. Оно облегчает вещи. Но молодой человек заинтересован в сексе, а не в любви. Любовь – это предлог. Любовь – это вежливость. Любовь – это культура, учтивость. Но его истинный интерес в сексе… Любовь – как сахар, которым мы покрываем горькие таблетки. Именно таков интерес молодого человека. Его истинная любовь – это секс. Не случайно, что молодые люди по всему миру начали называть секс «делать любовь». Такова их любовь. Они не знают глубины. Молодой человек вынужден оставаться поверхностным. Секс поверхностен. Поэтому молодой человек поверхностен. У молодости нет глубины. И у молодости нет спокойного понимания. Молодость лихорадочна. Это беспокойное время. Прекрасно. Я не говорю, что это неправильно. Это создает возможность расти. Вы должны пройти через множество переживаний, приятных и горьких. Вы должны пройти через множество стадий лихорадочного возбуждения, экстаза, беспокойства. Только тогда наступает момент, когда вы начинаете понимать. Эти переживания подготавливают вас. Они очищают вас. Вы должны пройти сквозь огонь юности, чтобы стать чистым золотом старости. Настоящий старик мудр. В нем есть свет. Он прожил свою жизнь. Он стал зрелым. Он знает, что такое жизнь. Он знает ее радости, ее горести, ее взлеты и падения. Он знает ее ад и рай. Он видел все. И увидев все, великое понимание выросло в нем. И сострадание, и любовь. Поэтому критерий должен быть таким. Если при исчезновении секса в то же самое время одновременно возникает любовь, сострадание и понимание, тогда вы не просто стареете. Вы приближаетесь к просветлению. Но если это не так, тогда вы просто стареете. Старение – это не какая-то великая квалификация. С каждым это происходит в свое время. Это случается. Но мудрость – это квалификация. Несомненно, квалификация. Я слышал, в жемчужных вратах святой Петр расспрашивал очень привлекательную молодую девушку. «Пока ты была на земле?» – спрашивал он. «Ты позволяла себе случайные связи, курила, танцевала или делала еще что-то нехорошее?» «Никогда, никогда», – уверяла девушка. «Тогда почему ты не появилась раньше?» – спросил святой Петр. «Должно быть, ты была мертва все эти годы?» «Помните, не умрите раньше своей смерти!» «Оставайтесь живыми!» И еще я слышал, один антрополог на Яве обнаружил малоизвестное племя со странным похоронным ритуалом. «Когда человек умирал, они закапывали его на 60 дней, а потом откапывали обратно. Его клали в темную комнату на холодную плиту, и двадцать самых красивых девушек племени танцевали вокруг тела обнаженными эротические танцы в течение трех часов. «Зачем вы это делаете?» – спросил антрополог главу племени. И тот ответил, «Если он не встанет, тогда мы точно знаем, что он умер». Не думайте, что становясь более и более мертвыми, вы приблизитесь к просветлению. Просветление – это не качество смерти, это качество зрелой жизни. Это качество насыщенной жизни. Тот, кто прожил свою жизнь всеми способами, хорошими и плохими, как грешник и как святой. Тот, у кого есть самый разнообразный опыт, кто использовал все возможности, становится зрелым. И в этой зрелости есть богатство, есть красота. Пусть это будет критерием. Всегда судите согласно этому критерию. Если любовь растет, появляется сострадание, растет понимание, тогда вы на правильном пути. Если с вашей сексуальностью любовь умирает, понимание умирает, сострадание умирает, тогда вы на ложном пути. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok